У меня вопрос будет... Надо перестать жить в депрессии, надо ее преодолеть, победить. Заставить себя стать сильнее этого всего. Это уже ответ. Как считаете нужным? Спасибо, Олег Геннадьевич, я поняла. Но все-таки я задам вопрос. У меня вопрос у кого-то ста. А конкретно как его проводить и с какого возраста? Можно ли детям? Хотя вы, например, можете в день привести к примеру, как кушать? То есть постимся до обеда, дальше что? Чтобы было понятно. А потом кушайте, как обычно. До обеда пост вообще не требует даже выхода. Просто пьете воду и все. Самый простой пост. Если вы хотите поститься весь день, то тогда надо знать, что правило такое. Во время поста нельзя думать о еде. Надо думать о Боге, о делах любимых. Быть очень сильно занятым. И никогда не отвлекаться, не думать о том, если вы зациклились на еде, и как сильно хотите, надо прервать пост и кушать просто. Но если вы можете, заставляйте, я не хочу кушать, я хочу жить, я хочу всем желать счастья. И целый день. Лучше всего научиться до обеда хотя бы поститься, несколько месяцев так делать, несколько раз в неделю до обеда просто не есть. А потом попробовать поститься весь день на воде. На воде пост самый простой, легкий и самый лечебный. И остальные виды посты сложные, и не нужно экспериментировать, можно пострадать. Следует знать, что надо также во время поста учитывать свои психические потребности. То есть, если человек, допустим, имеет низкое чувство собственного достоинства, или слишком высокое, у него плохое положение в обществе, у него не переваривается пища, у него нет оптимизма в жизни, и плохо усваиваются вещества в организме, то тогда пост должен быть в воскресенье. Если у человека нет любви к близким, к родственникам, нет близостей, родственных чувств, нет нарушен сон, не может нормально спать, если он не может расслабиться, если он чувствует, что у него нет тонкого восприятия мира, то ему тогда надо поститься в понедельник. В воскресенье день солнца, в понедельник день луны. Sunday, Monday. Следующий день, вторник, это день, в который человек должен поститься, если у него слабая воля, если он гневается, если у мужчины нет детей, а у женщины выкидыши, вот, если человек имеет слабый иммунитет, если у него нет храбрости, то тогда он постится во вторник. Во вторник можно также поститься перед операцией, повторник, если грозит операция. И делать ее тоже по вторникам надо. Только в этот день операцию лучше всего делать. Если человек чувствует, что нет гармонии с природой, у него нарушение ритма в сердце, там цикл нарушен, еще что-то нарушены, какие-то ритмы в организме. Если человек не может разговаривать с людьми, заикается, или он устает от разговоров, или хочет быть один, или у него нет друзей, тогда в этом случае надо поститься по средам. Это день Меркурия. Если человек сильно, слабо вдохновляется, в депресснике живет, если у него нет целеустремленности, решимости не хватает, не может рано вставать, не хватает энтузиазма в жизни, тогда пост, четверг, а также, когда нарушен иммунитет и нарушены отношения со старшими. Если человек не чувствует красок жизни, счастья, у него нет сладких отношений в семье, и нарушены гормональные функции у мужчин и у женщин, тогда пост в пятницу. А если все хреново в жизни, тогда пост в субботу. Некоторые говорят, а мне вот все вот это вот, тогда что? Тогда в субботу. В субботу человек постится, когда у него в жизни непреодолимая трудность. Я вам рассказал все, что нужно знать для пост. Если вы хотите поститься для того, чтобы полюбить Бога, поститесь в религиозные праздники, в вашей вере, а не в какой-то другой, потому что это будет работать только в вашей вере. А еще по поводу детей уточнить, с какого возраста можно? Детям не надо поститься. Детям также не надо долго ходить и не надо долго стоять. Детям нужно просто оптимизировать жизнь, чтобы они много двигались в целом, чтобы они обязательно контактировали долго с водой. Это нужно тоже детям. И тогда дети будут здоровы. Нужно, чтобы у них было хорошее настроение, стараться поддерживать у них хорошее настроение и найти им какую-то секцию, чтобы они двигались. То есть детям нужно просто вырабатываться, то есть много достаточно двигаться, и тогда дети будут здоровы. Ну вот, девушка, которая взяла микрофон, но ей потом не дали. Спасибо большое. У меня такой вопрос, насколько целесообразно стремиться создать новую семью, допустим, после 45-ти. Это будет способствовать духовному развитию? У вас есть дети? Да. У меня взрослая дочь живет в городе. Вам хочется замуж? Иногда. В основном нет, да? Нет, в основном да. Смотрите. Я боюсь, что это остановит меня, допустим, в духовном росте, как-то перенаправит меня. Поэтому делать действие избирательно. Вы как бы настройтесь выходить замуж, но настройтесь не выходить за человека, который не развивается духовно. Ограничить выбор. Ограничить выбор, да. И женщины должны знать, что если женщина привязалась к комфорту, внутреннему комфорту, одиночеству, она никогда не выйдет замуж. Потому что женщине лучше всего хорошо, больше всего хорошо, любой женщине, только самой собой. Это самое комфортное состояние для женщины быть самой собой. Это состояние мышки-нарушки. То есть села в норку, и все хорошо. Когда женщина стала мышкой-нарушкой, она не сможет выйти замуж просто в принципе, потому что она всегда будет сравнивать жизнь с этим человеком, со своим комфортом. Если она это сравнивает, то шансов выйти замуж нет. Сейчас, Кирина, наоборот, женщины ведут более активную жизнь, а мужчины сторожат диванами. Это понятно, но я говорю о внутреннем состоянии. Женщина может вести активную жизнь, но она при этом будет привязана к своему статусу-кво, будем так говорить. Это и есть мышка-нарушка состояния. Нужно стараться из этого состояния выходить и искать мужчину. Да. Спасибо. Нужно его не искать, а настроиться, что он должен появиться, и я готова принять. Женщина не ищет, она просто настраивается. Когда она настроится, то ее начинают искать. Женщины в основном не готовы настроиться выйти замуж. Они в основном боятся. Но если настроилась решительно, начала всех заботиться, служить, то сразу пошла волна. Давайте я вам расскажу немножечко про молитву. Еще немножечко расскажу, чтобы вы... Потому что много вопросов. Я сейчас их все объединю, чтобы вы знали, как это делать. Молиться нужно в своей вере. Те молитвы, которые вам, в вашей вере даны. Знайте, что есть несколько типов молитв. Есть молитвы-просьбы. Ну, хочется попросить, попроси. Только не думай, что это победит судьбу. Есть молитвы, которые настраивают тебя на этот мир. Молитвы называются ритуальные молитвы. То есть они произносятся для того, чтобы человек вошел в контакт с чистой силой, которая живет в сегодняшнем дне. Рита, санскритское слово. Рита означает вселенский ритм. Ритуал, ритм. Все эти слова от одного корня. Это ритм Бога. Когда человек читает молитвы, утренние правила, вечерние, он входит в этот ритм и более счастливо живет на земле. Есть молитвы, которые предназначены для познания мира. То есть человек читает это длинные такие молитвы, типа псалмов, и в это время он постигает мудрость мира. Есть молитвы, которые в основном не рекомендуются мирянам, то есть простым людям, не рекомендуется читать. Вернее, не то, что не дорекомендуется, а скорее старшие знают, что они не будут это делать качественно, правильно. Эти молитвы короткие. Они прославляют Бога или составлены из имени Бога, как Аллах Акбар, допустим, или прославляют Бога, направлены на Бога как-то и так далее. Эти молитвы читаются на четках, и эти молитвы являются самыми главными в жизни человека, потому что эти молитвы, как вот сверло, допустим, сверлит, оно пробивает дырку в стене, так и эти молитвы пробивают дырку в куполе наших грехов. То есть, когда человек одну и ту же молитву повторяет, он в одну и ту же точку бьет. И постепенно эта молитва, она все ближе и ближе к душе его приводит. Сначала человек в душе чувствует очень, как через дырочку смотрит, очень слабо. Но именно вот эти молитвы повторяют, когда человек одну и ту же много раз, то он реально уничтожает препятствия в своей судьбе, потому что его видение в своей жизни становится более чистым. Эти молитвы лучше всего читать не самому в одиночку, хоть и будет сильно хотеться именно так делать, потому что мы очень сильно привязаны к себе, и когда человек наедине с собой молитву повторяет, он просто приспосабливает молитву к своей судьбе. Другими словами, он повторяет молитву, а сам думает о чем-то другом. Это означает, что эта молитва вообще никак ему не поможет в жизни, это просто самообман. Второй вид самообмана, это когда человек молится и думает об объекте молитвы. Например, молится за сына и думает о сыне во время молитв. Это самообман, потому что эта молитва никогда не поможет. Одна женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадь, я три года за сына молюсь, и ему не помогает. Я сразу и вопрос, а о ком вы думаете во время молитвы? Она говорит, о сыне, конечно. Я говорю, ну это значит, что вы можете еще 10 лет молиться и никогда не поможет. Потому что, если вы думаете о сыне и молитесь, значит, Бог туда войти не может. Потому что вы говорите Богу, я сама помогу, не мешай. То есть вы сами же думаете, сами и помогаете. Ну, замечательно, он и не лезет. Хочешь сама помогать, помогай, если можешь. То есть в это время что происходит? Так как вы молитесь, вы чуть-чуть контактируете с Богом и сильно контактируете с сыном. Это значит, чуть-чуть от Бога через вас идет сыну. И это самый примитивный и неправильный тип молитвы. Потому что в это время человек просто зря время тратит. Что нужно делать? Нужно отвлечься от сына, настроиться на Бога, его прославлять, повторять его имя, славить его имя, славить его деяния. Это должна быть короткая молитва. Она не должна отвлекать слишком много памяти на то, чтобы ее повторить. Нужно читать ее на четках, чтобы знать правила, какое ты повторяешь. Сколько надо правила зафиксировать, каждый день столько же повторять. Повторять ее надо, не торопясь. Некоторые таратольки. Там быстрее. Желаю всем счастья. Понимаете, в этом случае человек не может победить судьбу, потому что он уходит от сердца. Чтобы повторять сердце, нужно повторять медленно. Слишком медленно человек засыпает. Слишком быстро человек торопится. А настоящая молитва «Я желаю всем счастья» звучит очень твердо в сердце. Сильно. «Я тебя люблю». «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». Зачем люди так сильно торопятся? Они быстрее хотят сделать правила. И это становится искусственным. Это просто для отвода глаз. На самом деле, человек должен понять, что если он повторяет медленно и четко, это Богу больше нравится, чем он повторяет часто и бестолково. следующее, что нужно знать, это то, что молитву сам человек все равно не сможет повторить правильно, потому что он привязан к своей жизни так, как преступник привязан к наручникам. оторваться самому нереально от себя. Нереально просто. И для того, чтобы от себя оторваться, человек должен сначала узнать голос разума, побеждающий судьбу. Это голос памяти. Вот смотрите, допустим, я вот сейчас без памяти просто от себя говорю. «Я желаю всем счастья». Этот голос никогда не победит судьбу, потому что он прямо от судьбы и произносится. Для того, чтобы победить судьбу, нужно свой голос соединить с памятью о Боге. Я, допустим, концентрируюсь на наставнике на своем. Я не могу Бога вспомнить, я его не видел. Я видел наставника, который идет к Богу, и Бог живет в его словах, в его поступках, в его милости. Я вспоминаю наставника и повторяю. «Я желаю всем счастья». Я стараюсь сильнее вспомнить его. «Я желаю всем счастья». И соединяю голос свой с голосом наставника. Это голос разума, который побеждает судьбу. А теперь смотрите, я просто слушаю тех, кто молится, и тогда мой звук опирается на их эмоцию, на их силу. И мой звук становится во многократно сильнее, чем просто мой голос, который опирается на собственную память. Поэтому и говорится, что в наше время, когда люди очень слабы, только совместная молитва становится самым сильным орудием для победы над судьбой. И поэтому люди должны стараться не в одиночку повторять, а вместе со старшими. Это гораздо сильнее действует, чем если бы они повторяли в одиночку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok